Хе-хей, друзья, всем привет, добро пожаловать на канал, вас на связи и вы находитесь на моем канале игровом, соответственно. Сегодня я решил вас взять с собой, дабы обозреть недавно вышедшую игру под названием Lost Ark. Это у нас будет такой, знаете, первый взгляд, небольшой обзорчик игры, что ли. Но обзор не в том понимании, что я вам сейчас расскажу про эту игру, а обзор, я вместе с вами ее впервые сейчас запустил и решил посмотреть, что же это за игра, недавно вышедшая такая. Я знаю, что ее многие ждали и что после того, как она вышла, ее, по-моему, могу, конечно, ошибаться, если что, поправьте меня в комментариях. Ее многие захейтили, потому что Mail.ru группа ее сделала и она бесплатная и в ней, вроде как, огромное количество донатов, ну, как всегда и как обычно. В общем-то, и вроде как она из-за этого многим не понравилась, но, опять-таки, могу ошибаться, может быть, это злые хейтеры написали. И мы сейчас с вами, смотрите, я вот только реальную игру запустил, меня сразу, как бы, кинуло в выбор персонажей, я выбрал сервер. Это назывался он, по-моему, Антарес, как-то так. И нам сразу дают выбор класса, то есть я сейчас вижу четыре класса. Это Воин, в принципе, здесь все по стандарту, то есть это Воин, Мак, Монах и Стрелок. Игра, кстати, с видом сверху, по-моему, MMORPG, насколько я знаю. То есть чем-то похоже на Диабло, многие ее называют конкурентом Диабло, ну, все, короче, как обычно. Вот у нас есть вот такой вот замечательный парень, похожий на персонажа из Devil May Cry, мне кажется, он чем-то на меня, точнее, мне напоминает этого персонажа. Есть также Монах, вот такая вот девочка, да, маленькая, анимешная. То есть здесь все такие персонажи в аниме куда-то в сторону. Ну, многие, в принципе, вот такие игры делают именно похожими, наверное, на аниме. Слушайте, мне всегда в таких играх интересно играть за каких-то стрелков, за... Давайте почитаем, потому что эти, в принципе, все понятно, вот что делает Монах. У него сила атаки большая, подвижность и защита, то есть он как танк больше идет. У стрелка сила атаки средненькая, дальность атаки и подвижность, да. А у мага больше, дальность атаки самая, наверное, да, практически дальняя, да-да-да-да-да. И поддержка, то есть он может как биш, как бафер, как хилер, сила атаки, подвижность, воина, сила атаки и защита. То есть он тоже у нас такой воин-воин-мужик, прям такой опасный. Путем долгих тренировок боевые Монахи выработали уникальную технику ведения боя, возведенную в ранг искусства. Всегда на шаг впереди противника, они порхают подобно бабочкам и жалуют, как пчелы. Это, знаете, порхай как бабочка, жаль, что ты лох. Есть такое выражение шуточное. И здесь есть, на десятом уровне вы можете выбрать один из следующих классов. То есть у нас есть основной класс. Обычно это как, ну как раз-таки как раса, как класс, наверное, да. И здесь вот есть, например, аватар. То есть вот, отлично. У нас есть вот такая вот видео, небольшая инструкция, что он из себя представляет. То есть это, в принципе, персонаж, я так понимаю, обязательно женщина должна быть, да. И она обязательно, ближний бой у нее. А дальше есть дуалист. То есть нам про это, в принципе, ничем не описывают. То есть ты можешь посмотреть, так понимаю, маленький видосик какой-то и понять, что этот персонаж из себя представляет. И есть кеймастер. Для меня, в принципе, я вот пока сейчас смотрю, для меня все одно и то же, в принципе. То есть он бьет мобов кулаком. И молодец. Вот есть стрелок. Давай посмотрим, как у нас выглядит стрелок. Охотник на демонов. То есть у него есть вот такая вот массовая атака. Бам! Смотри, какую-то бомбочку кинул. То есть вот так вот он у нас выглядит, да. У нас есть механист. Бам! У него, смотри, огромная пушка, короче. Короче, огромный-огромный ствол. И есть рейнджер. Это лучник. Смотри, у него есть инвиз. Инвиз, кстати, прикольная всегда штука. Во всяких вот таких MMORPG проектах всегда интересно поиграть в инвизи, например, побегать. Слушай, ну да, посмотрим, что у нас может воин. Ну, воин тоже. Это все достаточно стандартно, мне кажется. Воин и вот эта вся тема. Маг, да, мага посмотрим. Во, видал, как он? Он у нас, короче, вот этот почему-то бьет ближними ударами. Хотя нет, и дальними тоже бьет. Интересно, интересно, кстати. И сложность игры средняя за него. У тех сложность игры больше такая сложная, наверное. Высокая, точнее. Ого-го, вот эта атака красивая. Видали коней, как пустил? Смотри. А это у него помощник, призывательница, да? То есть у нее есть, я так понимаю, эти саппорты или как это называется? Сумоны, сумоны. Слушай, ну вот маг достаточно интересен, да? Я вот всегда, когда встает выбор в новой игре, смотреть, какие у него есть профессии, какие у него есть навыки и умения. Мне всегда интересно. Давай, наверное, вот за такую девочку поиграем. Мне всегда, знаете, хочется поиграть за всех. О, сколько тут разных лиц. Если мы сейчас будем с вами, конечно, долго здесь что-то делать, мне кажется, у нас ролик затянется просто на огромное количество времени. Это мы можем... Подожди, это что, мы разные костюмчики выбираем? Блин, чувствую себя девочкой, которая Барби наряжает. Ну вот черный, мне кажется, самый прикольный. А это смотри такое... Ой, какое, ой, какое, ой, какая девочка. Это у нас движение, движение. Это эмоции, да, так называемые. Давай посмотрим. Ой, ну это такая она покорная. А это у нас веселая, такая веселая танцует. Ну такая глубная, клубная девочка, да? А это что? Это еще более клубная девочка. То есть это такая, когда уже подвыпила немножечко, да? А это такая кошечка, кошечка грациозная. Такая, ой, какая я. Слушай, а это типа, ну просто, ну давай кошечку вот такую оставим. У нас есть какие-то шаблоны, которые, я так понимаю, можем сохранять. У нас есть готовые модели, или мы можем себе выбирать что-то, видите? Здесь просто кастомизировать себе персонажа целиком и полностью. Но мы можем, в принципе, я, наверное... Давайте сейчас выберу какой-нибудь. Смотри, какие они все разные. Вроде как бы одинаковые, да, девочки? А смотри, какие все они разные. Вот это смотри, какая с ушками, бабочками, крыльями бабочки. Она еще и шериф, смотри, у нее есть. А, вот такая вот замечательная звезда шерифа на груди правой. Ух, какая, а? Слушай, ну это Харли Квинн уже. Это уже... Во, такая прикольная. Это уже такая, знаете, из разряда феминисток каких-то. Ну ладно, сложная тема. А это что это? Уши у тебя поникли. Какая ты маленькая, миленькая. Слушай, они такие все мимимишные, анимешные. А вот это такая, ух, прям дерзкая телочка такая. Сыпочка. Девчонки, не обижайтесь, если смотрите. Я по словам телочки подразумеваю, естественно, хороший смысл. Никого не хочу оскорбить или задеть за какое-то, так скажем, ваше внутреннее желание или внутренний ваш мир, не знаю. Давай скажем так. Так, смотри, это у нас эльфика. То есть, в принципе, мы можем собрать себе полностью целиком свою, да. Но я думаю, что мы сейчас на это время много тратить не будем. Мне нравится, смотрите, ребят, вот давайте варианты я вам основные покажу. Вот такая мне нравится, темненькая, да. Хотя можно выбрать какую-то ей вот такая мне нравится. И мне очень нравится вот такая. Вот единственное, может быть, бы ей, конечно, цвет волос бы поменял бы немножечко цвет волос. Вот можно сделать, смотри, какой. Слушай, розовенький есть, да, такой жесткий розовый есть, синий какой-то. Как вот сейчас школьницы всякие. Вот видите, наверное, да. Да, школьники сейчас, девчонки крашеные ходят в зеленый, в синий цвет. Выглядит на самом деле стрёмно, как по мне. Но тем не менее. Так, смотри, можем, можно выбрать тёмный цвет. Можно выбрать вот такой, какой-нибудь серенький цвет. Слушай, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это уже приятно. Ну, такие яркие цвета мне не очень нравятся. Какой-нибудь рыжая бестия. Ух, какая. Уф. Ну, давай вот что-нибудь такое нейтральное выберем. И отправимся. Имя персонажа. Блин, а мне надо мужское имя или женское? Ну, ладно, мы же с тобой всё-таки мужики. Как бы, давай вот так сделаем YouTube. Напишем, чтобы... Ну, вдруг кто захочет. Что? Закройте окно выбора цвета. Обязательно, да? Подожди, а она цвет приняла? Точнее, она же цвет мой не приняла. Ну, ты чего, девочка? Девочка, ну, ты чего не приняла? А, принять надо было всё. Вот такой у меня был или какой у меня был? Ну, наверное, какой-то был посимпатичнее вроде, не? Музыка такая. Вот, вот, люблю я. Вот, конечно, вот... А-а-а. А какие? А, даже надо на русском, что ли? И смотри, как у нас всё это дело выглядит. Я персонажа в итоге себе создал. Мой ник был занят. И пришлось сделать вот такой вот стрёмный ник. Хотя, может, было просто лаза ставить. А, ну, лаз мой, соответственно, был занят. Мы можем смотреть себе здесь, создавать много новых персонажей. Можем сменить имя, сменить внешность. Возможно, это всё задано, да? Ну, по идее, да. Ну, и давай приступим. Вы можете в любой момент изменить управление, да? То есть, смотри, у меня сейчас атака и перемещение. Либо вот так атака, атака, перемещение. Умение. Взаимодействие. Манёвры. Атака. И автоматический бег. Окей. И вот такая у нас пошла заставочка. В неразрывной связи поколения. Давайте послушаем. Главное, что у вас фпс не начал, что спросили. Вот две души. Первая, новорождённая, юная. Красиво, кака, посмотрите. Душа древнего защитника Рохиндей. Слушай, красиво, не могу, а? Обожаю MMORPG-игры на самом деле. Но я много раз вам говорил об этом на стримах, что это один из моих любимых жанров, но я почему-то в него не играю, к сожалению. Но вот RPG-шки, MMORPG-шки всегда меня очень сильно привлекали. Души навек сплетены воедино. Благодарю, Ардрен. Осталась последняя девочка. Похоже, Великая вновь не появится. Сколько лет прошло. Я знаю, госпожа, вам её не хватает. Я уважаю её выбор, Абель. Ох, смотри, с кроликами тусит. Скорее, дорогая, твой черёд. Так, это моя девочка, да? Ого-го-сики, ничего себе. Смотрите, ребят, как красиво. Смотрите просто, как выглядит. Игра эта замечательная. Мы можем приблизить? Да. Подожди, что мы? Неужели мы сможем так бегать? Ой, слушай. Ну, мне не очень, конечно, игры вот нравятся. Почему я никогда вот не любил Диабло? Мне вот этот вот вид сверху не очень радовал, на самом деле, в играх. Но здесь выглядит игра именно прикольно. То есть мы можем плюс ещё вот так вот персонажа приблизить. Естественно, мы не видим тогда, куда мы бежим, потому что здесь камера никак не отдаляется, к сожалению. Слушай, ну пока по управлению интересно. То есть у нас есть QWER. Это какие-то умения, да? Дальше у нас есть на F1 хилочка. На F2 какая-то непонятная штука. Вот здесь на циферке есть на ASDF. Хорошо. У нас есть бой и ремесло. Есть какой-то верхний интерфейс. Кстати, да, ребят, сейчас 2 часа ночи, почти 3 по Москве. И я для вас снимаю этот ролик. Могу, кстати, тупить где-то что-то там какую-то дичь всякую говорить. Но не обращайте. С днём нового рождения, да? Игра, кстати, я вот смотрю, провисает в каких-то моментах. То есть FPS... А, ну вам не видно. У меня FPS падает, например, со 140 до 100. Не очень приятно, на самом-то деле. Но стоит ультраграфика, как бы, да? Там всё максимально, чтобы вам было комфортно смотреть. Это вступление, да? Слушайте, ну игра, согласитесь, очень красивая. Вот сейчас современные вот эти MMORPG-шки. Энвиса. Сейчас мне даруют какую-нибудь силу, да? Ты наконец-то вернулась. Слушай, очень классно сделано. Я прям обожаю такие красивые игры. О-о-о, пошёл экшен, смотри. Смотри, какой-то демон просто. Демон прилетел. Это кто? Баби, смотри, смотри. Так, мышку давайте, наверное, подвину. Какие-то у них свои траблы. Ты мне не нужна. Где Азена? Какие-то Азена. Бегите, я ее задержу. Ой, смотри, какая черная стала. Здравствуй, Азена. А-а-а. Ты обошла защиту. Я понял. О, так ты не знаешь. Ваше древо гибнет. Бежим ты, ушешь. Короче, я текаю. У них там сейчас замес будет. Да, я текаю, потому что я еще молодой. Так, подойдите к персонажу и нажмите указанную кнопку для диалога. Так, а что, бежать на правую кнопку мыши, да? Блин, жалко, нельзя бежать на стрелки там какие-то хотя бы. Нет, а, ну можно, в принципе, переназначить, наверное, управление, хотя фига узнает. Мне кажется, оно здесь мышкой в любом случае. Так, поговорить с наставницей. Это заклинание забрало все мои силы. Они, они не восстанавливаются. Что-то отрезало меня от источника. Вот он, я чувствую его, но не могу снуться. Так, ну понятно. О, мне посох дали. Класс. Вот, смотри. Ого, смотри, смотри, смотри. У меня теперь есть, наносит 71, как бы, единицы урона. Первый пораженный цели рассеивается на противником на 56 урона. Скорость передвижения всех врагов, попавших под 10 сфер снижается. А менять я их могу местами, да? Отлично. Элемент молнии наносит 26 единиц урона и на одну секунду создает в выбранной области грозовой купол, который еще 60 урона дает. То есть, в принципе, так, ну давай это почитаем. Заклинание призывает 5 ветряных пташек, которые летят в указанном направлении, наносят противникам 30 единиц урона. Призрачный конь проносятся в указанном направлении. Слушай, ну интересная, интересная тема. Мне, на самом деле, было бы удобнее, наверное, управлять на... О, смотри. А на эту она просто обычными быстрыми атаками бьет. Только я не понимаю, у нее хпшка не на фул. Смотри. Так, а что нам нужно сделать? Нам надо к этому, да, подойти? Что ты тут делаешь, дитя? Всех младших и неспособных к волшебству укрыли в садах. Беги туда, прячься. Здесь повсюду витает фитронийская мгла. Она сужает чародейские демона. Слушай, а здесь никак нельзя, я потому что обычно в таких играх не... Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го. Ля-ля-ля-ля, что происходит? Да, вот есть небольшие прологон, и, возможно, надо как-то немножко сейчас поднастроить графику. Давайте быстро гляну. Да, для меня, конечно, немножко непривычное управление. Надо к такому привыкать. То есть, потому что я привык, например, даже если играть вот так, то на левую кнопку мыши, это тоже можно поменять. И вот жалко, что камера не крутится. Ну, по идее, да? То есть, возможно, она тоже как-то крутится. Но пока я не знаю как. Ладно, поехали дальше. Поехали убивать могу. Так. Что ты хочешь? А что ты хочешь, что от меня черпай силу? О-о-о. Бам, смотри, это птички такие. А вот конь, смотри. Ой, конь красивый. Видели, как коня опускает? Очень эпично выглядит, да? Так, сядьте в небесную ладью, чтобы переправиться на другую сторону. Ага. Интересно. Слушайте, ну это вот не выглядит на вот такую игру, где просто вот вид сверху и все. Вот так бы, если бы было бы, вот ты вот так приблизил, и можно было бы камерой крутить. Было бы вообще просто пушка. Ну вот. О-о-оу. Так, 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 так. Подожди, 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 подожди. Тогда коня им, коня им пускай. Ля, говорит. Ля, зырь. Так, ну-ка, поехали. Что, нам тут ничего лутать, я так понимаю, не надо, наверное, да? Так, хп у меня, в принципе, достаточно. Так, смотри, бам, бам. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, подожди. Опа, на В. На W. Так, ну я еще полнейший нубасик. О, пачки. Отбегаем и коня им туда. А нам нужно таргет наводить, интересно, или нет? Ну, хотя нет. Вот эти вот она пускает сама им туда. А вот на Ку, по-моему. Оп. Слушай, круто. Оп, развалили кабинки. Откуда ты здесь? Скорее, дитя. Садись в ладью. Она перенесет тебя в сады, там безопасно. Я надеюсь. Я задержу тебя. Я надеюсь, говорит, прикинь. То есть он даже не шарит, по сути. Безопасно там или не безопасно. Ну, мне нормально. Мне нормально. А, так, зайдем правой кнопочкой. Слушайте, ну, видите, здесь в начале, как бы, игра складывает приятное очень впечатление. Но что будет дальше, непонятно. То есть, возможно, здесь реально тащат только те, кто там донатит очень много. Но, опять-таки, это может быть и неправильно. Ага, вот такая тема еще есть, да? Так, птичек выпустили. Вот эту штуку выпустили. Так, коня. Коня выпускаем обязательно. На W вот такая тема. Но W, я так понимаю, ее можно куда угодно пускать. Вот это у нас куда угодно пускается. W у нас сфера куда угодно пускается. Так, а это что у нас? Это у мужикан спасти, да? Бам. Спасибо тебе. Спасибо. Да пожалуйста. А это кто? Кто? Что за жучары? Смотри. Оп, коня им пустил. Все, они отъезжают сразу. Бам. Бам. Птичек пускать. Блин, очень красивое умение я здесь сделала, на самом-то деле. Так. Ага, забываю, что можно атаковать быстро атакой. Так вот, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Накидываем. Так, а что? А, надо вот ребят спасать-то. Ребят надо спасать. А где еще? Где еще, ребятки? Где? Где молодые еще? Вот он еще, да? Благодаря от меня. Спасибо. Так, дальше поехали. Поехали дальше. Посмотрим, что у нас здесь имеется, да? Ага, здесь целый лес просто. Это весенний лес, весенний лес. Кто слышал такую песню? А, вот она, да? Что, коня тебе туда дам? О, это типа босс. Это типа босс, я так понял. Ох, ага. Слушай, так, ну чуть-чуть мне неудобно управлять. Наверное, все-таки надо был другой вариант выбрать. Ну, как мне нравится, как она этого коня пускает. Просто, что пушка. Слушай, давай-ка сейчас. Тихо-тихо-тихо по мне накидывают. Подожди, я хочу приблизить. Ай, хорошо. А куда ты коня-то не в ту сторону пустила? Ну, девонька моя. А что он отхилился-то? Так, я опять кнопки путаю. Давай, коня ему туда. Коня, коня ему туда. Давай, все сферы ему туда дай. Слушай, ну она мощная, кстати. Вот эта вот тема-то, да? Оп, может быть, надо вот эти вот поубивать ее подсосов для того, чтобы она отъехала. Так, сейчас я вот сюда. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Слушай, интересно. Так, короче, надо вот эту матку уничтожить. О, о! Труханы дали. Смотри. Она говорит, ляс. Смотри, мне дали труханы, да? То есть, я могу сейчас вот эти трусишки надеть. Трусишечки. И все. Так, ага, хорошо. Щелкните. Так, а что дальше мне? Дальше пошли, да? Ну, давайте, ребят, сейчас вот здесь вот, наверное, пробежимся немножко, посмотрим. Я чувствую кристалл. Чувствует кристалл она какой-то. Ну, знаете... Ох, твое тихо-тихо, пацаны. Ну, не так жестко. Ляс. Интересное выражение. Ляс. Вот меня всегда, знаете, ребят, поражало в таких играх, во-первых, те, кто создает вот эти вот истории, да, про персонажей. И вообще всю историю мира, например, создает. И как это потом, вот видите, вот так красиво реализуется, вот такая девочка, да? Интересно, конечно, интересно. На самом деле, вот, мне кажется, те, кто после работки, знаете, приходят раскинуть, немножечко вот так вот посидеть, поиграть. Тут я не знаю именно дальше, что будет в геймплее, то есть какая прокачка, какие-то, может быть, данжи, пвп, как здесь все это дело реализовано. Потому что это, естественно, нужно проходить дальше для того, чтобы понимать более подробно, да, что это... О, а еще какое-то умение, что ли? О, это новое умение, смотри! Смотри, я призвал какую-то штуку. Смотри-ка, заклинаем, призывает Аквандера, Духа Воды. Две секунды поливает. Блин, очень круто. Вот люблю я и ммшки, игры. Меня прям очень радует, на самом деле. Так, это что такое? Мана? Ману собираем, да? Ага, какую-то мы собрали штуку. Мне, конечно, в 3 часа ночи тяжело сейчас пока соображать, что к чему вообще. А, вот мне надо было восстановить магический контур и уничтожить демонов. У меня храброе сердце. Спасибо, спасибо, стараемся. Поехали дальше. Поехали дальше. Реально, на самом деле, в 3 часа ночи тяжеловато понимать, что происходит в таких играх. Меня почему-то всегда несет записывать какие-то ролики. Воу! Воу-воу-воу! Именно вот так вот поздно. Давай, мол, вот эту штуку. Смотри, 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 смотри. Почему-то вот я всегда любитель позаписывать это среди ночи, а не то, чтобы днем спокойненько запустили. Ну да ладно. Так, давай, смотри. Так, еще что-то у меня там получилось. Нет? Аура. Такие ауры временно повышают скорость передвижения. Так, коня. Блин, коня не туда дал. Опа. Так, водяной. Видите, здесь еще нужно понимать, в какую сторону умение использовать правильно, чтобы максимально их грамотно, да, то есть, максимально их грамотно вообще как бы атаковать. Но я потому что не на ту кнопку жму. А, зачем я ее бью-то? Ее же надо просто на G нажать. И она у нас начнет постепенно добывать. Наполните второй кристалл маны. А, я ее наоборот не добываю, я наоборот наполняю, получается. Я чувствую темную силу. Впереди опасный враг. Будь осторожна. Ох ты ж, какая-то там птичка, птичка. То есть, мы, в принципе, сейчас помогаем нашим ребятам, да, ему, как и обычно, здесь стандартный такой сюжет. Вот, помогаем нашим ребятам уничтожить врагов своих. О-о-о-о. Это что, что, это вот это вот главная тетка? Да я опять не на ту кнопку жму, ну сколько можно? Во-о-о. Бам-бам-бам. Слушай, ну мне нормально накидывают. Здесь хоть и начальный уровень, но мне уже так прокидывали. Это хорошее идет. Уже хорошее прокидывали. Так, надо просто сейчас играть в кнопках, не путаться, и будет все шикарно. Так, тихо. Блин, коня, коня, и туда. И вот эта штука. Смотри, 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 смотри. Все, что ли? Фига, мощный. Ничего себе, мощный просто. Опа, серебро, дали, подожди, что-то. Да, управление определенно надо под себя делать. Семерых одним ударом. Так, давай, Наджи. Отлично. Поехали дальше. Такие игры, конечно, интереснее смотреть на стримах, потому что, чтобы на них потратить чуть больше времени, чем мы можем, например, потратить на ролики, да, потому что все-таки ролик у нас идет зачастую гораздо меньше, чем стрим, это естественно. Во-о-о, эти две, да, дамы баттлиться сейчас будут. И что такое? Так, поговорите с дозорным. А где дозорный? Что это? У посох, смотри, посох какой-то классный дали. Так, подожди, у него чуть побольше, да, получается, стадо, это чуть побольше, смотри, посох, но вы дали, классно. Так, и куда мне надо, она куда-то вот в эту сторону. Сила вернулась. Сила вернулась. Слышу голос даро. Ну, не благодарить, ребят, да, понятно, не благодарить. Источник. Кажется, я пробился. Что ты здесь делаешь, дитя? Да смысл, и к зимцам, и у меня нет времени. Ты шо, мальчик? Сквозь фетранийский чары. Нужно спешить на помощь. Я чувствую. Ты прикинь, да, я тут ему все сделала, он так вот, иди, 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 ищу как бы, ну бас, типа, понимаю, слушай. Так, ну где, где монстрилы, давай, кого, кого убить, давай, во, 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 мне вот все это надо бы. Надо с ней сейчас будет забаттлить, ты не? О, смотри, сырь. Теперь мы сразимся по-настоящему. вот сейчас там ничего себе там начинается вот это я понимаю умение воевать смотри как круто сделано эпически конечно чё шо шо там дать помогите китя лойкаешь гениальный магический контур заперт ты так ничего и не поняла ну по ходу не душа инвиз и не схватить демона что же вы стоите вот именно еще все так мне дали изящные перчатки какое бедное дитя вам тут все размотал вернуться домой через портал открытой королевой ну ребят я думаю что пока мы на этом наверное наш первый взгляд на игру закончим я конечно понимаю что мы с вами не успели много всего посмотреть потому что ролик у нас получился не длинная в таких играх все таки нужно проводить хотя бы наверное от часика полтора времени для того чтобы немножко поиграть немножко побегать что-то поизучать мир ну если честно не знаю является ли такая игра скучноватой в чем-то или не является на бежите вообще в комментариях играли вы в нее или нет понравилась она вам или нет соответственно и вообще что вы о ней думаете ну а если вам прям например зайдет прям хорошо так вам вы захотите например увидеть продолжение то сможем например поиграть как-нибудь на стримчике уже более подробно ее рассмотреть более плотненько посмотреть что тут к чему какие вообще здесь ней плюсы минусы какие сюжетные линии здесь разворачиваются прокачки персонажа и все такого но я вас жду на стримах естественно а в роликах не забывайте что у нас впереди прохождение red dead redemption 2 или может быть она не знаю уже позади но вряд ли скорее всего я надеюсь этот ролик выйдет а все таки как можно скорее и вы соответственно его получите одними из первых так что не забывайте подписываться жать на колокольчик и на лайк ну а я уже пойду спать в три часа ночи все-таки спокойной всем ночи если вы смотрите перед сном ну и доброе утро добрый день если вы смотрите это в любое другое подходящее время всех обнял на целую пока пока увидимся и Субтитры сделал DimaTorzok